Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава города Елена Лапушкина проверила, как сейчас реставрирует дворец культуры имени Литвинова, который является объектом культурного наследия. Общая готовность на сегодняшний день составляет 45%. Над чем работают подрядчики, увидела наша съемочная группа. Восстановить здание и сохранить советский антураж. Глава города Елена Лапушкина проверила, как идет реставрация ДК Литвинова в Кировском районе. Монументальное здание было построено в начале 60-х годов прошлого века по проекту московского архитектора Тарасова. В строительстве участвовали коллективы цехов завода «Прогресс». Здание возводили под непосредственным контролем директора завода Виктора Литвинова, имя которого позже и присвоили Дворцу культуры. В 2019 году здесь началась реставрация, в ходе которой выявили скрытые дефекты, поэтому сроки работ продлили до 2024 года. Когда приступили к ремонту, обнаружилось много скрытых работ, и трещины в стенах, и в подвале вода, и, конечно, вынуждены были заниматься и перепроектированием. Исходим из того, что уж лучше сделать качественно, немножко задержав сроки, но чтобы это здание еще долгие годы прослужило нашим самарцам и было действительно украшением и этой территории, да и Самару в целом. Работы при этом не останавливаются ни на один день. Параллельно идет до проектирования. Сейчас объект готов на 45%. Ведутся отделочные реставрационные работы. В подвальных помещениях меняют систему водоснабжения и канализации. Подрядчик приступает к электромонтажу. Вышли электрики. Сейчас идет ознакомление с проектной документацией по факту по месту на объекте, и как бы начинаем полностью производство электромонтажных работ. Параллельно будут проводиться работы по слаботочным системам. Это телефонизация, охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение. Здание является памятником культурного наследия в целом, но охранный статус также имеют и отдельные элементы. Мозаичные панно, аутентичные люстры, которые сейчас на реставрации, оригинальные двери. Все это подрядчики пытаются сохранить в первозданном виде. Максимально восстанавливать то, что есть, и люстры, и кресла восстанавливать. Будем закупать и сценическое новое оборудование. По площади дворец Литвиново сопоставим с театром операбалета. Он чуть меньше его, но тем не менее такой же масштабный и не менее значимый, чем театр операбалета для жителей Безымянки. Постараемся воссоздать его в первозданном виде, каким его в свое время задумывали наши архитекторы, наши проектировщики. После реставрации в ДК Литвиново планируют открыть три больших зала – концертный, театральный, конференц-зал. У каждого будут свои отдельные гардеробы, гримерные, буфеты. Кроме того, в обновленном ДК предусмотрели танцевальные и вокальные классы, студию звукозаписи, зал единоборств, спортзал для командных видов спорта и мобильную библиотеку. Обновленный дворец культуры станет еще одним местом притяжения для жителей города. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, Николай Епифанов. События. В мэрии Самары прошел круглый стол на тему изменения коэффициентов видов разрешенного использования при определении арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которой не разграничена. После вынужденного распоряжения Думы этот коэффициент стал единым, из-за чего для одних арендаторов цена снизилась, а для других выросла. Это вызвало обеспокоенность среди бизнес-сообществ. Какие пути решения этого вопроса нашли на встрече, расскажем в следующем сюжете. С 1 января в Самаре установлен единый коэффициент видов разрешенного использования при определении арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которой не разграничены. Соответствующее решение было принято Самарской Думой вынужденно. По решению суда после обращения регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Если раньше этот коэффициент учитывал территориальный фактор, вид строения и вид деятельности, то есть отличался для крупного бизнеса и для малого предпринимательства, то теперь он унифицирован для всех. Из-за этого у одних арендная плата снизилась, а у других поднялась в 4 раза. Учитывая экономические последствия такого решения, городские власти направят в региональное правительство обращение об установке на 2023 год ограничения на рост годовой арендной платы. Мы предварительно уже обсудили эту позицию с Министерством управления имуществом. Есть у нас практика, это ограничить рост арендной платы на переходный период с 1 января текущего года до конца этого года. Эта мера не коснется тех, у кого арендная плата снизилась, а у тех, у кого плата повысилась, ее рост будет ограничен в несколько раз. На данный момент время, на этот год, с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года, это будет определенный процент, это не в 4 раза. Предложение было озвучено на встрече городских властей с самарскими предпринимателями. Собравшиеся встретили его с одобрением. Это положительный момент, да. Власть нас услышала. Все какие вопросы были, да, я сегодня услышал. Также на заседании было принято решение создать рабочую группу, куда войдут представители профильных департаментов и самарского бизнес-сообщества, чтобы вместе найти решение этого вопроса, которое будет экономически целесообразным как для крупных предпринимателей, так и для малого и среднего бизнеса. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Убирают наледь, расчищают приладковую зону вручную и при помощи тяжелой техники. В Самаре продолжается уборка снега. В Кировском районе города с января работает новый подрядчик. В эту среду расчищали проезд вдоль Самарской областной клинической больницы имени Середавина. От дома номер 161 по улице Ташкентской до Московского шоссе. В прошлом году этот участок отремонтировали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». О том, как справляется с работой служба, расскажем в сюжете. Если свежий слой снега чистится легко, то для того, чтобы справиться с промерзшей ледяной коркой на асфальте, нужно хорошенько потрудиться. Сначала дорожные рабочие разбивают ее инструментом вручную и только после этого сгребают в кучи. Расчистку дорог в Кировском районе Самары с начала января ведет новый подрядчик. Сотрудники заранее еще в декабре во взаимодействии с МБУ «Дорожное хозяйство» ознакомились с территорией. Сейчас работают в штатном режиме. В первой декаде февраля синоптики прогнозируют снегопады, поэтому готовиться к капризам погоды лучше заранее, отмечают сотрудники дорожных служб. Со специалистами МБУ «Дорожное хозяйство» делаем совместный мониторинг. Если где-то какие-то появляются надочеты, мы максимально быстро, в короткие сроки их устраняем. Проезд вдоль больницы Середавина от дома номер 161 по улице Ташкентской до Московского шоссе привели в порядок в прошлом году благодаря средствам нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Площадь ремонтных работ на участке дороги в 450 метров составила 4600 квадратных метров. Там заменили колодцы и дорожное покрытие. В зимний период происходит содержание, то есть это уборка покрытия проезжей части от снега. Данный вид работ способствует как увеличению проходимости на данном участке автомобильного транспорта, так и сохранности элементов дороги. В этом году в Кировском районе у нас вышел новый подрядчик, поэтому внимание к нему уделено особое. По словам автомобилистов, именно такие участки дорог, как этот проезд к медучреждению, необходимо своевременно расчищать, чтобы прежде всего машины скорой помощи могли свободно подъехать к больнице. Медикам порой важна каждая секунда, ведь они спасают жизни людей. Дорога тут обязательно должна быть, потому что это заезд в больницу, чтобы скорые спокойно могли проехать. Сегодня заехал достаточно оптимально, нормально. Уборку на объекте важно выполнять не только качественно, но и бережно. Во время работы тяжелой техники дорожные службы не должны допускать повреждений элементов благоустройства, покрытия, ограждений, знаков, бортовых камней. Это правило необходимо соблюдать, чтобы отремонтированная дорога прослужила как можно дольше, а подрядчику не пришлось проводить восстановительные работы. Напомним, что в прошлом году в Самаре в рамках реализации дорожного нацпроекта привели в порядок 37 участков общей протяженностью 57,5 километра. В предстоящем дорожном строительном сезоне 2023 года к обновлению запланировали 41 участок дорог местного значения. Работы начнутся с установлением постоянных среднесуточных положительных температур наружного воздуха. Многоступенчатый контроль организуется на всех этапах работ. Ольга Павлова, Ксения Баканова, Сергей Баскин. События. В Самаре продолжается строительство новой станции метро и связанной с этим работы по выносу инженерных коммуникаций. Возле перекрестка улиц Новосадовый и Полевой в рамках разработки стартового котлована продолжают устраивать его ограждающие конструкции. А в историческом центре города стартовый котлован почти готов. В районе перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской завершают закольцовку водовода. Ранее он пролегал по территории будущего станционного комплекса и потому его пришлось переносить. Кроме того, на повороте с улицы Красноармейской на улицу Галактионовской переустроят трамвайные линии. Это должны сделать в период с 1 по 12 февраля. В конце прошлой недели материалы их уже доставили. Специалисты сразу же приступили к необходимым работам. Рельсы требуется изогнуть под нужные радиусы. При этом перекрытие движения на время переустройства трамвайной линии не планируется. Транспорт продолжит ходить по старому полотну. А стыковку имеющихся и новых рельсов будут делать только ночью, чтобы минимизировать неудобства для граждан. После укладки путей, стыковки и переподключения контактной сети ТТУ организует пробный пуск трамваев. Только после этого вновь поднимут вопрос о временном закрытии перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской. Уже на срок ориентировочно до 1 сентября. Это необходимо для продолжения строительства и прежде всего для возведения тягово-понизительной подстанции. Но и в этот период, несмотря на значительный объем предстоящих работ, трамвайное сообщение сохранится. Планируется, что электротранспорт будет следовать по переустроенным путям. В том числе это касается трамваев, которые в настоящее время ходят по улице Фрунзе. После завершения работ по строительству метро все трамвайные пути будут восстановлены в прежних границах. Напомним, что когда достроят первую ветку Самарского метрополитена и введут в эксплуатацию новую станцию Театральная, подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. По расчетам экспертов, пассажиропоток вырастет минимум на 15%, а интервал движения поездов метро сократится до 7-8 минут. Судьбу 60-го дома по улице Красноармейской решали сегодня в администрации Самары. С жителями встретились глава города Елена Лапушкина и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Трехэтажный дом 1899 года постройки нуждается в ремонте. Какие работы и когда будут проведены, расскажем в материале. Определились с алгоритмом работы, наметили планы на ближайшее время. В администрации Самары обсудили планы по ремонту 60-го дома по улице Красноармейской. С жителями встретились глава Самары Елена Лапушкина и депутат Госдумы Российской Федерации Александр Хинштейн. Трехэтажный дом был построен еще в 1899 году по проекту известного самарского архитектора Щербачева в так называемом «кирпичном русском стиле». Это значит, что кирпич использовали не только прикладки стен, но и для отделки фасада здания. После революции 1917 года доходные дома Челышева превратились в коммуналки. Сейчас это здание относится к памятникам архитектуры. В марте прошлого года в одном из подъездов дома, пятом, случился пожар. Теперь он непригоден для жилья. Но благодаря усилиям городских властей дом удалось включить в программу капремонта, и в этом году там начнутся работы. Я очень рад, что у нас виден свет в конце тоннеля, и мы наконец определились с алгоритмом действия, который позволит нам восстановить этот замечательный памятник, один из символов, старый Самарычевский дом на Красноармейской улице. Сегодня мы поговорили последовательность действий. Фонд капитального ремонта включает, в текущем году уже включил работы по восстановлению кровли, по ремонту фундаментов и по ремонту фасадов. Согласно намеченным планам, в этом году в доме отремонтируют крышу, начнут работы, связанные с укреплением фундамента, а в следующем году их завершат и приведут в порядок фасад. Оксана Тихомирова живет в этом доме с 1989 года. Говорит, рада, что городские власти нашли возможность пойти навстречу жильцам. И сейчас эта история про то, как объединив усилия жильцы многоквартирного дома, собственники, со собственником, муниципалитетом и с властью, спасают дом, ну и, собственно говоря, спасают самих себя. Я убедилась, что у нас все будет хорошо, хотя работы будет очень много. Все работы по адресу Красноармейская, 60, планируют завершить к 2025 году. Виктория Шарая, Константин Головин, События. Знаковый объект для города и региона. В Самаре начинается подготовка к строительству планетария. Его площадь составит 5,5 тысяч квадратных метров, а диаметр купола – 18 метров. Планетарий станет частью музейно-выставочного центра «Самара Космическая», который находится на проспекте Ленина. Когда начнется масштабная стройка, узнал наш корреспондент. Знаковый объект для города и региона. В Самаре начинается подготовка к строительству планетария. Работа на строительной площадке стартует уже в ближайшие дни. Планетарий будет частью музейно-выставочного центра «Самара Космическая», расположенного на проспекте Ленина. Самару стали называть негласной космической столицей России относительно недавно, ведь долгие годы и все, что связано с космосом, было засекречено. В этом месте ракета появилась 1 октября 2001 года. Ее изготовили на Куйбышевском заводе «Прогресс» в 1984 году для проведения тренировок боевых расчетов на космодроме Плесецк. А когда она выработала свой ресурс, вернулась в Самару. И сейчас это один из самых узнаваемых символов города. В конце декабря был заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования. Площадь Планетария составит более 5,5 тысяч квадратных метров. В сложном по конфигурации здании будут предусмотрены два подземных этажа и три надземных с астроплощадкой для открытых наблюдений. Звездный зал Планетария будет располагаться на третьем этаже здания под куполом диаметром 18 метров и сможет вместить 224 зрительских места. Также в здании будет работать конференц-зал, в котором одновременно смогут участвовать в познавательных программах до 100 человек. Чтобы сохранить уникальный облик музея «Самара Космическая» и сберечь зеленые насаждения, обрамляющие музей, еле получат так называемые пересадочные билеты. Их аккуратно выкопают и отправят на хранение, а после завершения масштабного строительства вернут на прежнее место. Памятник выдающемуся конструктору Дмитрию Ильичу Козлову, который располагается вблизи музея, на время строительных работ по согласованию с семьей Дмитрия Ильича будет передан на ответственное хранение. Для Самары данное строительство планетария является знаковым объектом, так как Самара является космическим регионом. В самом здании планетария он будет осуществлять и учебную деятельность, что позволит также самарцам приблизиться уже к космическим просторам. В настоящий момент подрядчикам начался завоз металлов для установки ограждений территории строительной площадки. Также установлен вагончик, которым будет располагаться непосредственно уже рабочий. После установки забора, который планируется завершить до конца следующей недели, подрядчик приступает к демонтажным работам для подготовки к устройству котлована. Появление планетария ускорит развитие научного и образовательного потенциала Самары, будет способствовать популяризации естественно-научных знаний и новейших открытий для будущих поколений. Виктория Шарая, Константин Головин, События. Лекции, мастер-классы, семинары, выставки, экскурсии и многое другое. В начале июня в Самаре впервые пройдет Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие». Крупномасштабное культурное событие должно объединить профессиональное сообщество и жителей мегаполиса, дать новый импульс для развития городских пространств и способствовать сохранению исторического наследия. Организаторы фестиваля встретились с главой Самары Еленой Лапушкиной, чтобы обсудить детали проведения фестиваля на берегах Волги. Подробнее в сюжете. Три дня в режиме нон-стоп, интерактивные площадки, авторитетные спикеры с мировой известностью. Самара станет шестым городом страны, который впервые примет уникальный Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие». В начале июня у жителей и гостей мегаполиса будет прекрасная возможность познакомиться с самыми современными практиками в области сохранения памятников архитектурного наследия. Узнать о инновационных подходах при создании городских пространств, пообщаться с профессиональным сообществом архитекторов и еще больше влюбиться в один из самых красивых городов на Волге. Сегодня в Самару приехали организаторы и идейные вдохновители фестиваля, которые встретились с главой города Еленой Лапушкиной и обсудили детали проведения крупномасштабного культурного события. Президент Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов Николай Шумаков поделился первыми впечатлениями от прогулки по историческому центру. По его словам, город полностью соответствует всем критериям для проведения архитектурного наследия. Деловая программа, которая предусмотрена в рамках фестиваля, должна принести пользу Самаре, горожанам и профессиональному сообществу. Московская делегация, которую возглавил Николай Шумаков, уже изучила несколько знаковых локаций в центре Самары. Среди них Струковский сад, Дом архитектора, Институт культуры и Станкозавод. Эксперты по достоинству оценили потенциал этих площадок. Мероприятие настолько мощное и развитое, что грех его не провести на этой территории, и грех не получить какой-то результат, который будет достоин такого красивого города. Чтобы сохранить памятники архитектуры и провести реновацию центра города Сумом, в 2019 году часть территории Самары получила статус исторического поселения регионального значения. Для этого в границах нескольких улиц изменили правила застройки и землепользования. Представители городских властей рассчитывают, что фестиваль сможет дать новый импульс развитию этих пространств и реставрации знаковых объектов. У нас очень много вопросов, касающихся архитектуры, очень много. Важно узнать мнение сторонних людей. Надеемся, что новый свежий взгляд нам поможет разрешить какие-то нерешенные еще вопросы. Архитектурное наследие – фестиваль молодой, но его организаторы имеют за плечами огромный опыт во всех сферах, связанных с преображением крупных городов. Лучшие практики, разработанные во время работы профессионального сообщества в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде и Нижнем Новгороде, можно будет применить в Самаре с учетом географических и культурных особенностей. Кроме того, своими инновационными идеями поделятся и самые талантливые студенты со всех уголков страны. Фестиваль открывает двери не только для признанных мастеров, но и для юных перспективных специалистов. От такого сотрудничества выигрывают все стороны. Очень хорошая программа сейчас в вузах. Они отправляют студентов от вузов, выставляют работы, работы идут в зачет учебным заведениям. И таким образом у студентов получается и практика, и дополнительное образование. Уже сейчас известно, что все площадки, выставки, лекции, семинары и мастер-классы архитектурного наследия будут бесплатными для посещения. По окончании фестиваля город сможет оставить себе все экспонаты, представленные на экспозициях. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События. Восточные мотивы на Волжских берегах. На арене Самарского цирка представят новое шоу Гии и Радзе и компании «Росгосцирк. Песчаная сказка». Накануне состоялся закрытый предпоказ, на котором уже побывала наша съемочная группа. Подробности расскажет Александр Гусева. Незабываемое путешествие в самое сердце Востока ждет самарских зрителей уже в эту субботу. Королевский цирк Гии и Радзе представит красочное шоу «Песчаная сказка». Это уникальный цирковой спектакль, не имеющий аналогов. Цирк. Мы ломаем стереотип, что это только для детей. Красота костюмов, красота декораций, тонны света, звука и уникальность всех номеров, танцев, животных. Конечно, оно удивит и взрослого тоже. Каждый номер – это целая история в рамках общего сюжета. Титулованные артисты Королевского цирка Гии и Радзе и компания «Росгосцирк». Ловкие акробаты, головокружительные эквилибристы, воздушные гимнасты, мастера конной акробатики смогут впечатлить даже самого искушенного зрителя. Также гостей ждет встреча с белоснежными самоедами, двугорбыми верблюдами, забавными обезьянами и другими четвероногими пушистыми пернатыми артистами. А главным сюрпризом шоу станет единственный в мире аттракцион с группой гиппопотамов. На арену выйдут сразу три полуторатонных африканских бегемота. Самое интересное, что я когда создавал номер с бегемотами, я заранее написал в бумаге все те трюки, которые можно исполнить с ними. И практически я все эти трюки выполнил. Отправиться в путешествие в самое сердце Востока вместе с артистами песчаной сказки гости и жители Самары смогут уже в ближайшие выходные. Премьера представления состоится уже в эту субботу, 4 февраля. Александра Гусева, Николай Епифанов. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. А вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. С 28 февраля жители города могут принять участие в конкурсе «Лучший двор в России», сообщает телеграм-канале Ленинского района. Цель конкурса – повышение качества управления многоквартирными домами. Принять участие может любой желающий – собственник или наниматель помещения в МКД, член Совета многоквартирного дома или ТСЖ, а также представитель управляющей организации. Достаточно направить заявку по опубликованной в телеграм-канале ссылке. Как подать заявку на карту жителей Самарской области, объясняет телеграм-канал Промышленного района. На текущий момент подать заявление можно в двух банках, а также на портале карты жителей Самарской области. Список отделений банка-эмитента можно найти в разделе «Информация о банках». Для того, чтобы подать онлайн-заявку на получение карты, нужно нажать на кнопку «Получить» на главной странице портала в разделе «Возможности карты». Авторизоваться с помощью логина и пароля с портала Госуслуг и заполнить онлайн-форму, отправив ее, кликнув на кнопку «Подать заявление». С 1 февраля с целью улучшения транспортного обслуживания поселка Зубчининовка на маршруте номер 27 Безымянский рынок улицы Транзитная изменится расписание движения и будут работать 4 автобуса, как в будни, так и в выходные, говорится в телеграм-канале Кировского района. Начало движения от Безымянского рынка в 5.35, от улицы Транзитной в 6.15, окончание движения от Безымянского рынка в 19.59, от улицы Транзитной в 20.39. Интервал движения в часы пик составит 17 минут, а в межпиковое время – 34 минуты. Жители Советского района через телеграм-канал приглашают пройти диспансеризацию. Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно. Гражданам в возрасте 18-39 лет – один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно. Записаться на медосмотр можно дистанционно – по телефону поликлиники или на портале госуслуги. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok